День добрый. Здравствуйте, с вами Смирнова Ирина. Продолжаем изучать настройки фан-страницы Facebook. Давайте немножечко договорим до конца по основным настройкам. Первое, на что я хотела обратить внимание, это на то, что в этих позициях категория и продукт-сервис вы можете менять сколько угодно раз. Зачем вам это надо делать? Возможно, ваш бизнес будет развиваться дальше, и вам понадобятся какие-то другие категории. Вы можете нажать вот сюда на стрелочку и выбрать то, что вам необходимо. В этом случае у вас поменяются окна настройки в основных настроек. Например, если вы выберете «Люди» и, например, «Актер-режиссер», то у вас появится выбора пола, биография, награды и так далее. Я перехожу обратно на те категории, которые я выбрала до сих пор, бренды и продукты, и продукт-сервис. Второе окошечко, о котором мы с вами еще не говорили, это окошечко официальной страницы. Здесь мы ничего не заполняем. Вы должны запомнить, что вот это окно у вас должно быть пустое. Почему? Официальная страница – это та страница того бренда или того предприятия, которым вы продвигаете благодаря вашей вот этой вот страничке. Фейсбук такие вещи очень серьезно отслеживает. Если у вас будет около 10 тысяч поклонников, он может просто присвоить эту страницу себе. Поэтому будьте внимательны и вот это окно просто не заполняйте. Вы должны просто помнить, что это окно у вас должно быть всегда свободным. Имя пользователя. Вот здесь я хотела обратить ваше внимание на следующее. Если я сейчас открою вот такую страницу, вот она моя страница, та, которую мы с вами сейчас создаем. Это блог «Своими руками с нуля», бесплатный онлайн-курс. Обратите внимание на ссылку, которая находится в адресной строке. Видите, какая некрасивая ссылка. А теперь обратим внимание вот на эту ссылку. Страницы «Все для начинающего блогера». Посмотрите, какая красивая ссылка. Facebook.com.slash.blogger Вот в этом опции вы можете эту ссылку изменить. Но изменить вы ее сможете только тогда, когда у вас будет 25 поклонников и больше. Если вы создаете свою первую страничку, то вы сразу же можете поменять название, дать название своей страничке, изменить адрес и сделать красивую ссылку для своей страницы. Если у вас это вторая и больше страниц, то значит, вам придется подождать, пока у вас не появится 25 поклонников. Значит, вот эта опция имя пользователя. Если я вот сейчас сюда перейду, то обратите внимание, что первое, во-первых, мы должны, чтобы изменить название данной страницы, я должна продолжить как Ирина Смирнова, а не как блок своими руками с нуля. Первое, я изменяю вот эту позицию. И второе, как видите, так как эта страница у меня не первая, появляется ссылка. Эта страница нуждается в большем количестве поклонников. Итак, это мы прошлись с вами по позициям, связанным с основными настройками. Теперь я хотела бы вам показать еще некоторые позиции. Первое, это фотография профиля. В фотографии профиля вы можете изменить свою аватарку. Вы ее можете удалить, вы можете редактировать уменьшенное изображение. Вы можете выбрать изображение на своем компьютере и загрузить какую-либо новую аватарку или сделать фотографию прямо здесь, если у вас позволяет ваш компьютер. То есть вот этот вопрос достаточно прост, и я думаю, он не вызовет у вас никаких определенных вопросов. Следующая позиция представленная. Здесь мы с вами должны разобрать две позиции. Первая позиция, это первая опция, это нравится. Эту опцию, об этой опции мы будем говорить чуть позже, тогда, когда будем от имени своей страницы оставлять лайки на других страницах. Вторая позиция, это позиция добавления профиля администратора. Вот вы смотрите, если я сейчас кликну вот на эту ссылочку, на эту клавишу, то у меня появится вот такое вот окно. В этом окне появится владелец этой страницы, то есть Ирина Свернова. Если я здесь поставлю в чекбоксе галочку и напишу «Сохранить», то при выходе на страницу в присылке «Подробнее» я уже увижу вот на этой основной информации, увижу и администратора страницы. В данном случае это Ирина Свернова. Я могу выйти вот таким образом сюда и добавить сюда другого хозяина страницы. Сделать я это могу вот через эту опцию роли администратора. Как это делается? Делается это очень просто. Вот сюда вы вводите имя человека, который будет вашим вторым менеджером. Ну давайте я введу фамилию и имя Марина Гай. Марина Гай должна быть обязательно моим другом. Я кликаю сюда и видите у меня появляется человек, который будет вторым администратором моей страницы. Я могу выбрать здесь или Марина будет менеджером, или будет автором материала, или модератором, рекламодатель или аналитик статистики. Я оставляю менеджер и пишу «Сохранить». У меня Facebook запросит пароль, чтобы действительно выяснить, имею я право это делать или нет. Я пишу «Подтвердить» и оставляю Марину в данном случае вторым менеджером. Если я этого не сделаю, то Марина Гай у меня не будет администратором моей страницы. Ударить администратора я всегда могу очень просто, нажав на «Эдик». Что дает нам дополнительное включение нового администратора? Но на сегодняшний день Facebook работает таким образом. Ваш администратор, второй администратор вашей страницы, имеет абсолютно такие же права, как и вы. Поэтому вы должны этому человеку очень хорошо доверять, потому что здесь может быть даже такая ситуация, что он имеет право даже удалить вас, как администратора вашей страницы. Но вы можете сюда завести любого своего друга. Для чего? Для того, чтобы если случайно ваша страница пропадет именно от вашего профиля, то она сохранится в профиле вашего друга, и вы всегда его сможете восстановить. Ну вот, пожалуй, и все на сегодняшний день, что мы должны были узнать. Итак, мы с вами изучили ваши настройки управления правами доступа, полностью изучили основную информацию. Мы посмотрели представленные, роли администраторов. В следующем занятии мы с вами будем разбирать приложение. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До свидания. Продолжение следует...